Так вот, сегодня мы с вами как раз и увидим то, что по идее не должно быть видно. То, что мы с вами, наверное, не должны были бы видеть нашими с вами физическими глазами. И это, что я вам сегодня покажу, это не результат воображения, интуиции, какого-то вымысла. Здесь не будет совсем мифологии, это будет объективно существующая реальность. Ну, давайте мы с вами начнем. Все мы с вами знаем, что гравитация существует. Так ведь? Это всемирный закон, фундаментальный закон всемирного тяготения. В легендах гласит, что сэр Исаак Ньютон, однажды устав от своих, наверное, трудов, изучения, как раз познания этого мира, вдруг решил немножечко отдохнуть под тенью яблони и пребывал в некотором свидетельственном состоянии. Дальше что произошло? Как легенда говорит? Куда упал? На голову, да, немножко, может быть, его немножко отрезвило, да, привело в определенные чувства. Но по некоторой легенде он говорит, что яблоко упало просто перед ним вертикально, прямо перпендикулярно плоскости Земли, и он задумался, почему так? Почему именно так и происходит? После некоторого раздумья, опять же, нам легенда таким образом гласит, что родилась классическая теория всемирного тяготения. Вы сегодня можете проверить этот закон? Каким образом? Ну, например, да, вам нужно что-нибудь лишить основания того предмета, которое лежит перед вами. Так ведь, и он обязательно упадет. Как бы высоко вы не подкинули какой-то предмет, он обязательно упадет вниз. Ну, все мы сами это знаем, нам это понятно. А вот художникам этого недостаточно, и скульпторам, и дизайнерам этого недостаточно. Ну и что оно падает? А нам хочется совершенно другого эффекта от этого знания, от этого познания вот этой фундаментальной теории. И что же мы с вами увидим? Во Франции вдруг появляются вот такие плавающие слоны. Наверное, мы с вами тоже здесь можем определенные претензии предъявить. А неужели это как раз и есть тот художник-дизайнер, задумался именно о законе гравитации? Ну, наверное, именно это и так. Здесь как раз выражена идея, что можно дать этот вызов этому закону. Вот здесь воплощена как раз та самая идея. Всемирный закон тяготения нужно было обязательно вот таким образом, очень тщательно опознать, чтобы появилась даже возможность создания такой скульптуры. Просто появилась идея, зародилась у художника, у скульптора, чтобы появился вот такой плавающий слон. Что-то необычное в этом? Что? А может быть, это мы сами необычно имеем какую-то такую точку опоры, с которой нам кажется, что здесь что-то есть необычное. Может быть, нам нужно с вами поменять точку опоры, и только мы сами меняем местоположение по отношению к этому слонику, и у нас все будет в порядке. И он будет в своем естественном положении и состоянии. Может быть, это и в жизни все так же, нам только немножко нужно будет поменять некоторые наши взгляды, точку опоры, и что-то начнет меняться. На это наталкивает, конечно же, скорее всего, изучение как раз вот этого фундаментального закона всемирного тяготения. Давайте дальше посмотрим. Если там, можно даже догадаться, это, наверное, искусно созданный каркас, определенная конструкция, в которой напоминает нам форму слона, то здесь что такое? Я вас уверяю, это абсолютно не связано ни с какой иллюзией. Вы на самом деле, посмотрите, тень падающая падает от этого предмета, то есть предмет реально существует. Это не иллюзия, это не фотошоп. Да, мы можем, наверное, здесь тоже определенным образом задуматься, посмотреть, пофилософствовать над этим. Наверное, художник, дизайнер, который предлагает нам такого рода конструкцию, тоже заставляет нас о чем-нибудь задуматься. О том, что, наверное, все может перевернуться, можно нарушить какие-то определенные правила, можно даже пересмотреть закон гравитации, да, и сделать, например, вот такие невероятные произведения, наверное, рукотворного искусства. Он вроде бы опровергает закон гравитации, Минаше Кадишман, но в то же время доказывает, что она существует, потому что сделать вот это очень трудно. Руками своими, мыслями своими это сделать колоссально трудно. И поэтому этим самым и доказывается, что закон гравитации по-настоящему существует. Закон всемирного тяготения действует все везде, по всему миру и во всех уголках мира. Каждый человек, наверное, художники, тоже об этом, этим вдохновляются и впечатляются. Таким образом, японец Тану, художник и скульптор, однажды вдохновившись этой идеей, то, что можно, опять же, бросить этот вызов закону гравитации, но только в миниатюре. Он использует небольшие такие вот и кругленькие японские монетки и различные другие предметы. Ну, например, мы с вами здесь видим куриное яйцо. И составляет вот такие интересные конструкции. Как это все держится? Это, наверное, сила и воля как раз человеческая. Такие скульптуры завораживают взгляд. Хочется перестать дышать, чтобы они нечаянно не разрушились, чтобы не нарушить вот это определенное равновесие. Когда вам говорят закон всемирного тяготения, и вы что-нибудь, у вас какие-то ассоциации возникают, наверное, определенный дух не замирает. Дышать не хочется переставать. Когда вы просто слышите констатацию того, что есть закон всемирного тяготения. А когда он вот так представлен, закон всемирного тяготения совершенно иначе предлагает нам свою тайну. А вот когда смотришь на работу американского скульптора Майкла Греба, хочется как раз однозначно сказать, что эти камушки ну уж точно чем-то скреплены. Давайте немножко такую конструкцию посмотрим. Конечно же, либо это определенная тайна художника, скульптора и мастера, и, скорее всего, он над нами немножко, ну не то что посмеивается, но он что-то здесь придумал. Это, наверное, какие-то невидимые нити, может быть, какой-то определенный фантастический клей. Но самый важный клей – это гравитация. Как раз закон гравитации, единственный клей, который он использует, это как раз закон гравитации. Формы рукотворные и невообразимые. Я даже вам хотела бы немножко зачитать саму цитату Майкла Греба, который говорит о своих произведениях. «Я быстро заметил влияние выстроенных балансирующих камней на себе и на других людях. То, что они вдохновляют, – это настоящая правда. А самое главное – дает ощущение мира и волшебства, понимания того, что все возможно». Его занятие помогло ему осмыслить сбалансированную гармонию Вселенной, осознать величие ее и в то же время ее хрупкость. Он также понял, что все в нашем мире возможно и подвластно человеку. Немножко вдохновимся произведениями Майкла Греба, который как раз и подчинил определенным образом вот этот закон гравитации. Ну, наверное, хватит немножко о этих как раз фундаментальных вещах. Давайте немножко о другом явлении. Ну, например, об электричестве. Давным-давно электричество стало для нас определенным обычным явлением. Мы его с вами используем в нашей повседневности и совершенно, наверное, его не замечаем. Или замечаете? Вот у нас сейчас с вами здесь работают различные техники, мы с вами сидим достаточно в освещенной аудитории. Это электричество? Тогда что такое электричество? Как сказал Уильям Гилберт? Что он об этом сказал? Самую такую, наверное, распространенную фразу. Это определенное физическое явление, которое обусловлено взаимодействием, движением и вообще существованием электронно-заряженных частиц. Вот это и есть электричество. Мы с вами его, эти как раз электронно-заряженные частицы, не видим. Так ведь? Или видим? А вот художнику и скульптору это тоже недостаточно. Где это электричество? Каково оно? Какова его природа? Очень известный художник, наш с вами современник, Шон О'Коннелл, он решил однажды вскрыть как раз природу электричества и берет различные материалы, например, кость, золото, камень, дерево и проводит так называемые... Сначала это были некоторые эксперименты, а потом он решил это определенным образом фиксировать. Он как раз фиксирует процесс, когда через вот эти материалы проходит поток заряженных частиц, электронов. И вот когда они раздвигают вот некоторым образом вот эту материю, воздействуют, взаимодействуют с ней, он решил определенным образом это зафиксировать. Визуальный, невымышленный, абсолютно невыдуманный, не подсказанной никакой интуиции, никакими мифологическими мышлениями не подсказан вот этот образ. Образ реально существующей действительности. Вот она какая на самом деле, вот что есть электричество на самом деле. Его природа, его сущность, есть его как раз картинка, вот этот как раз визуальный, художественный образ. Очень тоже интересный скульптор. Наш с вами тоже современник. Джулиан Фос Андреа сделал эту скульптуру из ста параллельно выстроенных пластинок стали. Как вы думаете, что его здесь вдохновило? Могу быть, даже дадите название этой скульптуре. Интересно, но не так. Еще? Тоже нет. Нет, его должны вдохновить какие-то определенные законы нашего с вами окружающего мира. Что? Нет. Квантовый человек. Когда вы идете к нему, фронтально на него смотрите, он по-настоящему существует для вас. Эта скульптура, она 2,5 метра почти, и когда мы сами идем на нее, она для нас реально существует. Но только начинаем менять угол, поворот, только начинаем совсем близко к ней приближаться, и она исчезает. Таким образом, он показывает реальность этой двойственной природы. Что такое квантовая физика? О чем она говорит? То, что нечто может существовать и как волна, и как частица. Это двойственная природа. Этот человек и существует, и не существует одновременно. То есть, когда мы с вами его созерцаем, когда-то он для нас является материальным, состоит из этих пластинок, и вдруг исчезает. Точно так же, как можно понять эту природу, когда нечто является и волной, и частицей одновременно. Это как раз и есть вдохновение вот этими загадками и тайными этого мира. Давайте попробуем с вами взять масляные краски, акварель. Но нам еще нужно будет... И мы с вами создадим те самые традиционные картинки. Мы с вами проиллюстрируем тот самый как раз существующий мир. Но если мы с вами к акварельным краскам и к масляным краскам, может быть, добавим немножко наноразмерные частицы, в частности, железо, то мы с вами получим вот такие вот невообразимые, причудливые картинки. Вновь это не вымысл художника. Никогда художник просто так даже в своем чистом эксперименте не получит вот именно такой непосредственно образ. Фабиан Эбнер решил опять же экспериментировать с наночастицами. Он берет так называемую ферромагнитную жидкость, добавляет туда в данном случае акварельные краски. Это, наверное, невозможно сделать, потому что он работает как раз с этими наночастичками. Но как раз ему это удается в некоторых определенных лабораторных экспериментах. Он смешивает это все и добавляет сюда действие магнита. Вот эти как раз частицы железа начинают определенным образом двигаться, перемещаться, толкают друг друга в разные стороны и получается, смешивается как раз с цветом. Цвет превращается в определенный, необычный, неземной, фантастический. Как раз внутренне эту природу вскрывает вот этих всех веществ. И таким образом получается вот такая картинка. Это слишком крошечно для того, чтобы видеть это своими глазами. Поэтому что есть у скульптора, точнее у художника? У него есть тщательно откалиброванная микроскопическая линза. он подставляет под этот так его называемый эксперимент и есть зеркальный фотоаппарат. Он это фиксирует и предлагает нам с вами опять некоторую реальность, которую нельзя выдумать, которую нельзя придумать. Вот сейчас вы, может быть, это видите, она для вас становится некоторой уже прям по-настоящему почти осязаемой реальностью. Но представляете, насколько это все мало. мы с вами говорим о наночастицах, о ферромагнитной жидкости. Даже однажды, когда Фабиан Эбнер создает свои такие эксперименты, он однажды восклицает, я даже тоже процитирую его мысль. Моя цель состоит в том, чтобы запечатлеть всем известные законные явления и причем сделать это поэтично. Ну, наверное, поэтично у него более-менее как раз и получается. Сачико Кагамада. Когда-нибудь видели жидкую скульптуру? Вообще, скульптура в своем роде это произведение искусства, которое имеет 3D объем или 2D, если это рельеф, например, или го-рельеф. Но это обычно всегда из твердого материала. Классическое определение скульптуры это произведение искусства, которое имеет свою материальную форму и состоит из достаточно, то есть изготавливается из твердых материалов. Например, из чего можно сделать скульптур? Из металла еще, из камня, пластилина можно сделать еще, из бумаги даже можно сделать, из стекла сегодня можно сделать, а из чего нельзя сделать? Из воды нельзя еще, из воздуха нельзя сделать, но это мы так с вами думаем, что нельзя. На самом деле еще немножко пройдет некоторое время, мы с вами увидим, может быть, различные скульптуры, которые никогда бы не представили, что это вообще возможно. Да? Из воды можно, просто отца пропустим. Ну хорошо, тогда это будет уже лед, и вот из-за леда ледяные скульптуры существуют, верно? Наверное, то есть нам нужно с вами воду перевести в определенное состояние. А вот из жидкости сачика команды решила, что надо попробовать. Она вновь берет, это то же самое волшебство, что у Эбнера, они работают с одним и тем же материалом, они берут такую масляную ферромагнитную жидкость, представьте себе, это небольшое блюдо, туда опускается совсем-совсем небольшое количество ферромагнитной жидкости, в данном случае такого черного цвета, и далее под это блюдо или рядышком, если это блюдо достаточно такое, имеет определенный объем, воздействуется на эту жидкость определенным магнитом, и тогда эти ферромагнитные частички начинают двигаться, жидкость начинает оживать, подниматься, расцветать, превращаться вот в такие конусообразные формы. Это по-настоящему оживающая картинка, ее нужно, конечно же, как можно быстрее зафиксировать либо фотоаппаратом. Главным образом, представляете, сам скульптор, то есть на данном случае экспериментатор, видит вот эти формы, она видит прямо оживание этой жидкости на ее глазах, и, конечно, ей как можно хочется быстрее зафиксировать это на своем зеркальном фотоаппарате. И получается то, что опять, наверное, мы с вами можем уже, конечно, повторить сегодня нечто подобное при помощи средств компьютерной графики, но это просто в жизни с вами встретить или придумать это уже невозможно. Нужно это только обязательно создать, что ли, познавая законы этого мира. давайте как раз немножечко посмотрим, как это все вырастает. Именно таким образом феромагнитная скульптура на сегодняшний день это новый виток, новое некоторое такое слово вообще в визуальных искусствах. он может только побольше, поменьше, например, добавить этой феромагнитной жидкости, он может увеличить магнит, например, взять различные силы, и получается поместить это либо на плоскость, либо, например, в стеклянную колбу, и тогда вот уже вот эти скульптуры, они будут очень интересно трансформироваться либо по форме самого сосуда, либо по форме вот этого блюда, на котором все это изготавливается, вот таким образом только он может влиять на саму скульптуру, а так вообще да, это чудо, загадка, тайна самой природы. Давайте немножко повесвещаемся Чарльзу Джексуну. Когда-нибудь мы обыск слышали или видели, однажды Джекс решил создать сад космических размышлений. Когда мы с вами говорим слово сад, что мы с вами представляем? Растения еще, скамеечки еще, большое количество, например, деревьев, которые плодоносят, кусты, цветники, какие-то кустарники, что еще? Да, красивые могут фонтаны, то есть на самом деле сады бывают разные, например, в которых можно полакомиться могут какими-нибудь плодами, ягодами, а возможно это сад, где можно отдохнуть в синистых аллеях, небольших беседках, а вот Джекс решил создать сад космических размышлений. Это необычный сад. Здесь вместо цветов, кустарников алюминиевые цветники, вместо фонтанов черные дыры. Здесь просто так прогуляться не получится, потому что на каждом шагу вас будут встречать различные ребусы, загадки, интересные логические задания, после которого решение вы можете пройти дальше. И как раз восхищаться вот этим неимоверно сложным, очень фантастическим, наверное, философским ландшафтом. потом, если немного вы устали, Дженкс даже предлагает много отдохнуть, но не просто где вы бы захотели, а нужно обязательно попасть в некоторую беседку бессмыслицы. И вот в этой беседке бессмыслицы вы можете провести некоторое время, отдохнуть после достаточно сложного интеллектуального напряжения, а далее вновь вернуться и созерцать колебания физических волн, скопления звезд, всепоглощающие черные дыры. Вот как раз эти беседки бессмыслицы, в которых можно немножечко хотя бы отдохнуть. А вот перед вами лестница, 20-ти пролетная лестница, которая олицетворяет как раз ту самую идею эволюции, то есть восхождение человека, посмотрите, она начинается с той самой некоторой бездны, с того может быть определенного какого-то небытия и вдруг возрастает по этому склону, через 20 пролетов человек оказывается в некотором пространстве, он оказывается дома, то есть как раз Дженкс выстраивает такой по-настоящему существующий интерьер, по-настоящему существующие апартаменты, то есть туда можно войти и почувствовать, что это восхождение на самом деле существует, эта эволюция по-настоящему существует в нашем с вами мире. Центром всего сада космических размышлений находится вот эта тоже алюминиевая спираль, что она у нас с вами показывает, иллюстрирует? Нет, это у нас что конкретно? ДНК, да, это у нас спираль ДНК, как раз все дорожки ведут сюда, вот к этому некоторому центру, здесь можно ее только созерцать, только ей любоваться, опять же, может быть, задаться некоторыми вопросами, и по-настоящему этот сад для тех, кто немного, может быть, хочет прикоснуться к этим тайнам, которые скрывает для нас с вами наука, может быть, кто хочет немножко пофилософствовать, может быть, хотел бы прикоснуться по-настоящему к визуальному воплощению вот этих вселенских таинственных загадок. Сам Дженкс говорил, как бы мы с вами не хотели бы совместить, синтезировать все науки вместе взятые, вот, например, даже в конкретном этом месте, но это всего лишь маленький луч, всего лишь небольшой луч в темном мире непознанного. Даже все науки, которые на сегодняшний день открывают, скрывают нам законы нашего с вами существования, мироздания, это всего лишь только некоторая небольшая дорожка в этом еще огромном мире непознанного. Но, наверное, в скором времени наши с вами интерьеры, в наших комнатах, в наших с вами рамочках для фотографий появятся вот такие изображения. Может быть, вы когда-нибудь видели, а может быть, у вас уже у кого-нибудь есть вот такие картины. А может быть, вы даже, может быть, задумаетесь и раскроете, что это такое. То, что минимализм, это точно, да, это как раз в этом стиле все сделано, но как это, мы же с вами говорим не сегодня о художественных стилях, а именно о том, что это такое. Это ДНК-портреты, то есть это по-настоящему разработанные, как раз я вот здесь показала вам компанию, которая занимается этим. В скором времени, возможно, кто-нибудь из ваших близких подарит либо вам ваш собственный портрет, ДНК-портрет, либо вы захотите тоже своему самому дорогому человеку подарить именно вот такой портрет-подарок, потому что это ДНК-портреты прям буквально созданы из человека. То есть, посмотрите, первые и последние дорожки, это как раз некоторые маркеры молекулярных весов. Вот вторая дорожка показывает пол человека, а третья по девятую дорожку это все отличительные особенности, все отличительные характеристики каждого человека. Как это делается, естественно, определенные тайны данной компании, она пока не открывает, имеет некоторый патент на то, как это все создается, но вы можете обратиться и получить сегодня вот такой ДНК-портрет и поставить это в рамочку и хранить это как некоторую семейную реликвию. Каждый может сегодня получить вот такой необычный особенный ДНК-портрет. Да, в стиле минимализма, в интерьерах, наверное, современных наших с вами жилищ как раз и будет очень интересным и необычным. Что еще придумают художники, дизайнеры и скульпторы, когда будут изучать вместе с учеными наш с вами мир, скрывать эти особенности, эту красоту познания, объективное познание этого мира. Мы с вами, наверное, еще как раз на пути того, чтобы восхищаться, видеть науку, видеть эти тайны нашей с вами вселенной. Художники, скульпторы немножко нам помогают в том, чтобы как раз открылась перед нами та неведомая, невидимая нашему физическому глазу картинка этого объективного мира. Наверное, здесь очень много помогают современные технологии, цифровые технологии, но главное это захотеть, очень сильно захотеть познавать этот мир, познавать и с научной точки зрения, а потом не просто знать и внутри себя содержать вот это знание, может быть, кому-нибудь точно так же передать это знание, но его зафиксировать, чтобы потом уже и его поколение, и последующие поколения смогли бы увидеть этот этап познания нашего с вами мира, нашей с вами эволюции, в нашем с вами прогрессирующем развитии. Вот как раз художники занимаются тем, что они, наверное, не помогают ученым каким-то образом обогатить их достаточно, может быть, интересный и сложный труд, но они немного помогают нам с вами для того, чтобы мы смогли с наибольшим интересом ощущать непознанность, вот эта бесконечная возможность познания, бесконечная возможность интерпретации этого знания, например, в таких художественных образах. Это, наверное, на сегодняшний день все, чем я хотела с вами таким образом поделиться. Давайте, может быть, вы захотели бы задать какие-нибудь вопросы или какие-нибудь комментарии, может быть, еще что-нибудь вы бы хотели посмотреть или по какому-то конкретному произведению у вас появились какие-то вопросы. Да? В данном случае это мужской портрет. Здесь можно сделать различные комбинации, сам автор может решить, какого будет вообще этот цвет, это может быть не только в данном случае, здесь выбран оранжевый оттенок, могут по желанию самого портретируемые быть абсолютно разные оттенки. Да? Если красиво, допустим, каким-то эффектом, например, того, что шоу сухой или он уже в геоскопе. Наверное, здесь мы с вами будем говорить о некоторых перформансах, когда непосредственно на глазах у зрителя, то есть в каком-то пространстве задаются некоторые действия, акции. Такое существует очень много. А это мы с вами говорим о некотором статике. Здесь визуальный образ, он должен быть таким образом зафиксирован. Как раз моя задача была сегодня именно об этом показать и рассказать именно визуализация художественных научных открытий или каких-то законов. как раз об этом. А то, что можно сегодня посетить очень много достаточно такого рода представления интересные, где как раз соединяются и наука, и искусство, это поражает сознание современных зрителей. все. Да. Имея такую картину, можно ли что-нибудь рассказать? Ну, вот, наверное, я так скажу. Здесь получается для того, чтобы по-настоящему что-то понимать, например, созерцая такое произведение искусства, мы как раз с вами должны немножечко знать. Вот то искусство, которое я вам сегодня показывала, те произведения искусства, это не просто направлено на каждого, наверное, зрителя. Вот как раз здесь нужны очень умные, интеллектуально обогащенные зрители, которые не просто должны восхититься или вдохновиться этими образами, они по-настоящему должны еще что-то знать. И вот когда знаешь и когда это видишь, вот это вот некоторый синтез познания и созерцания, оно дает некоторое удовлетворение и даже эстетическое наслаждение. Может быть, немножко не все услышала, что ты спросил, может быть, надо будет еще что-то пояснить. только по этому произведению вопроса. ДНК-молекулы или нет? Вообще, мы можем это с вами проверить, что существуют вот эти молекулы ДНК. Мы с вами верим, что это существует, верно? А, наверное, в это только наверное на веру, ведь мы верим, что это, например, ДНК портрета конкретного человека. То есть, здесь вот точно так же, как мы верим, что существуют, например, определенные вот эти наночастицы, квантовые явления, вот это все существует, мы с вами даже, наверное, больше верим, чем знаем. Верно? Это то же самое. Да? Ну, здесь как раз, наверное, мы больше узнаем у самих тех, кто как раз и работает над созданием таких портретов. Ну, я вам точно говорю, что это мужской портрет. Еще? Спасибо вам за внимание.